Почти 4 миллиарда рублей направлено в этом году в Нижегородской области на программу поддержки сельхозпроизводителей. На днях вопросы господдержки предпринимательства в сфере сельского хозяйства обсудили на совещании в торгово-промышленной палате. Участники встречи также смогли попробовать все то, что производят нижегородские фермеры. Говорят, 100 граммов домашнего сыра заменяют суточную норму белка. Пожалуй, здесь восполнить эту потребность можно сразу на год. Кроме того, подкрепить здоровье с древиным чаем и повысить иммунитет сотовым медом с пасеки. Все хозяйства нижегородские – участники областных программ. Безусловно, очень нужны, учитывая, что мы свое хозяйство строили с ноля. Мы недавние горожане, и, в общем-то, пришлось вкладывать достаточно большие средства для того, чтобы сначала построить дом, потом хозяйство уже организовать. И эта помощь от государства была очень своевременной и немаловажной для нас. Мы участвовали в программе поддержки семейных молочных животноводческих ферм. Потом у нас все кредиты датируются, все кредиты у нас возмещает процентная ставка. То есть все, какие программы действующие есть, во всех мы в них участвовали. Только с помощью их мы смогли построить нашу современную семейную молочную ферму. Вместо запланированных двух с половиной часов совещание затягивается на три с половиной. И даже этого времени не хватает аграриям, чтобы задать все интересующие их вопросы. В основном они касаются рынков сбыта. А сами сельхозпроизводители, для них важны рынки сбыта. Если они без надбавок в торговых сетях продают продукцию высокого качества, то они, во-первых, укрепляют свой авторитет, авторитет своей продукции, а во-вторых, получают дополнительный финансовый ресурс. Вот это направление надо повышать на объемы производства. Это даст другой финансовый результат нашим предприятиям. Ну и в областную косму тоже принесет дополнительные средства. Касаются и финансовых вопросов. В следующем году на программу поддержки сельхозпроизводителей, в том числе фермерских и семейных хозяйств Нижегородской области, будет направлено почти 4 миллиарда рублей. Объем господдержки составит примерно, но в бюджете эти цифры уже заложены, 1 миллиард 700 миллионов рублей. Примерно 2 миллиарда 200 миллионов – это поддержка по линии Министерства сельского хозяйства. То есть мы будем дополнительно изыскывать ресурсы, чтобы участвовать во всех федеральных программах. Здесь же подводят и предварительные итоги года. Областные программы поддержки АПК позволили Нижегородской области стать одним из регионов-лидеров России по уровню развития сельского хозяйства. Несмотря на сложные климатические условия, в этом году в регионе собрано почти миллион 200 тысяч тонн зерна. Больше, чем в прошлом году. Вот здесь очень важный акцент, что зерно очень качественное, по кальковине, из которого делается одна из каш, это манка. Сегодня мы в Нижегородской области можем обеспечивать своей манкой полную потребность. В следующем году к уже действующим в регионе программам прибавятся и новые, например, по обновлению техники для уборки и переработки льна, сушки зерна и заготовки кормов.